Доброго времени суток, дамы и господа, с вами на связи Ленин Диониси. На календаре у нас сегодня 4 мая 2016 года, среда, и я продолжаю свой видеообзор по волнам Эллиот и ценовых данных на рынке Форекс. Основная валютная пара показывает уже отчетливо признаки разворота. После завершения импульса в составе более крупной второй волны началось падение. То есть пара не достигла уровня 1.16.2, где-то на уровне 1.16.18, 1.16.17 пара развернулась вниз. Я ожидаю дальнейшее снижение пары. Сейчас формируется заходящий импульс, может быть он будет до уровня 1.14.64, может быть до уровня 1.14.44, а может быть еще ниже. Нужно будет посмотреть, но в принципе вот если мы разглядим мелкую компоновку Волк, вот раз, два, три, четыре, пять, то может быть с текущих может начаться коррекция, поэтому у меня продажа стоит на безубытке. В случае начала вот этой коррекции, если она начнется с текущих, есть такой вариант. У нас сегодня среда, как я говорил, и во Франкфурте пройдет заседание Совета Управляющих ЕЦБ по немонетарной политике, поэтому стоит ожидать каких-то уже всплесков движения после этого и во время самого релиза. Может быть, тут просто нужно быть внимательным, потому что можно поймать лосей, почем зря, потому что вот нужно уловить момент, когда начнется вот эта коррекция во второй волне. В любом случае я буду искать входы в продажу на отработку таких целей, как 1.14, 1.13.5, а может быть даже 1.13. По фунту пара также начала движение внизу, закончился этот импульс в С мелкой волне, в более крупной С в составе У и в составе четвертой волны. Я думаю, что этот импульс завершился, и вот уже опять же есть отчетливые признаки разворота. У нас может быть сейчас уже создан заходной импульс вниз, создана мелкая вторая волна, и сейчас начнет движение третья мелкая волна. Я ожидаю сегодня движения в рамках медвежьего сценария на отработку таких целей, как 1.44.5, 1.44, а может быть даже 1.43. По австралийцу. По австралийцу ситуация такая же, как и вчера, то есть мы видим динамичное движение вниз. Вот, может быть это 1.2, может быть это 1.2 мелкая, может быть, вот примерно вот так. И сейчас может быть идет построение третьей в третьей, ну в крайнем случае идет, может быть построение вот пятой мелкой волны, то есть четвертая сейчас завершается, потом будет пятой. В любом случае я ожидаю отработку таких медвежьих целей, как 0.74 и 5, и может быть даже 0.74. По новозеландцу ночью вышла новость, важные новости вышли, в принципе они были довольно-таки разносторонние результаты там по безработице и по занятости. Увеличилась и безработица, увеличилась и занятость. Но в любом случае новозеландец начал сдавать свои позиции, немного погодя после этой новости, инвесторы определились с движением все-таки на юг. Я ожидаю продолжения вот этого южного движения, зайду чуть позже в продажу, буду искать в ходе продажи. Так, а тут можно, в принципе, вот как бы выделить раз, два, три, четыре, пять, пять, пяти волновкой. Может быть это уже первая заходящая волна, может быть, например, это будет один, и может быть будет вторая волна. Она уже также, стоит также ожидать вот коррекционную волну два, то есть текущих. Поэтому, как я и говорил, чтобы не поймать лосей, как колючек в поле, да, лучше дождаться, пока построится вот эта вторая волна, и потом уже искать входы в продажу на отработку таких целей, как 0,68,5 и даже 0,68. По японской иене также присутствуют признаки разворота, то есть можно считать, что вот эта линия, она выстояла, вот нижняя граница, нижняя формирующая треугольника. Не обращайте внимания вот на эти пять и здесь один, тут мне нужно немножко пересмотреть. Главное, что вот здесь один правильно, здесь вторая правильно. Тут нужно просто как бы обозначить волну более старшего порядка здесь. И все, ну, в принципе, разметка правильная. Ну вот по японской иене у меня сейчас выбило покупку без убытку, безубыточному стопу. Тут тоже есть признаки вот пятиволновки, то есть заходящего импульса, и может быть это вот волна 1, и может быть сейчас пойдет построение волны 2, то есть опять же коррекция. Поэтому стоит быть внимательным, либо отыграть эту коррекцию, либо просто оставить ее на усмотрение рынка, то есть, да. Потому как можно здесь также поймать лысей. И в любом случае нужно потом после коррекции искать входа в покупку. Может быть мы увидим сегодня лишь завершение коррекции, может быть мы увидим даже начало третьей волны. Вот тогда и нужно будет заходить в рынок на отработку, допустим, цели 108. По канадцу также есть признаки того, что цена развернулась уже наконец-то, закончилась вот эта пятая волна, и вот в составе более крупной пятой, в составе более крупной четвертой волны. И пятая в пятая, в пятая, в пятая, в четвертая получает зона С. И E, E, это волна еще X, если X, W, X, Y. Тут также нужно немножко пересмотреть. Но в любом случае, либо уже есть заходящий импульс, он уже закончен, и вот эта вторая мелкая волна, и будет резкая третья волна, либо ждет еще формирование вот коррекции во второй волне. Опять же, видите, как сегодня, как среда, на перепуте, как бы цена посередине движения, поэтому могут быть вот эти коррекции. Поэтому я выставил отложку на продажу, на отработку этой коррекции, допустим, до уровня 1.26.5, 1.26.3, может быть даже 1.26. Потом нужно будет искать входы в покупку, но это может даже оказаться уже, могут оказаться планы на следующий торговый день. Итак, по франку. По франку также завершился нисходящий тренд. Вот у нас в 5-й АФЦ, в 5-й АФЦ, во второй волне примерно так. Я ожидаю сейчас движение в рамках коррекции. Коррекция, потому что будет отбой от этой трендовой. Я ожидаю, опять же, хочу ее отыграть. Вот, думаю, она закончится на уровне 0.95.25, а может быть 0.95. И после этого уже завтра будем искать входы в покупку вместе. По фунту франку у меня тут просто открылась продажа. Я ее пока не закрываю. Ожидаю, чтобы она закрылась по стопу. Но также не обращайте на нее внимания, потому что, скорее всего, у нас закончилась четвертая волна. Вот. Закончилась четвертая волна. Она соблюдает правила волнового анализа. То есть, она не дошла до окончания первой волны. То есть, все в порядке. Пусть она и несоразмерно длиннее, чем вторая. Но ничего страшного. Такое бывает. Главное, чтобы соотношение волны просто сохранялось. И так я ожидаю движения в рамках бычьего сценария. Хотя бы до уровня 1.40 на сегодня. Может быть 1.45. По фунту Е, не примерно такая же картина. Здесь меня угрозило, не угрозило зайти в продажу. Может быть, тут тоже, может быть, будет какая-то мелкая коррекция. Может быть. И потом уже начнется движение вверх. Вот. Примерно. Примерно вот так. Может быть. То есть, этот вариант такой же, такой же возможный, как и вот первый вариант. Но в любом случае, тут бычьи цели. Нужно отыграть такие, как 156.5, 157 по евро, фунту. Также у нас закончилась четвертая волна. Также мы не дошли до начала, до окончания первой волны. Вот, смотрите. Вот. Практически не дошли. Поэтому все в силе. Пусть даже не соразмерно, но все в силе. У меня тут та же... У меня угрозило здесь открыть покупку. Прямо на верхушке трена. Прямо как... Прямо как инструкция, как не нужно делать. Да. Но я ожидаю, чтобы она закрылась по стопу. И буду отыгрывать медвежьи тока, медвежьи цели. Такие, как 0.78.5, 0.78. Думаю, на сегодня будет достаточно. По евро ауди, вот, отлично. Прямо как нарисовано, так и формируются коррекции уже в четвертой вот этой волне. Я буду весь день практически вне рынка. Потому что какой-нибудь пример коррекции, неизвестно. Я просто взял, просто как бы взял проекцию вот второй коррекции и поставил сюда. Но неизвестно, если она именно так и построится. Поэтому я буду вне рынка, что и вам рекомендую. По евроканадцу. Ну, тут можно зайти. У меня открылась продажа. Опять же, ее не закрывает. Пусть она закроется по стопу. Ну, как бы тут намечается, что будет пятая волна мелкая. Потому что у нас тут, видите, не мог бы по-другому разметить. Если бы я поставил здесь тройку, она была бы самая меньше в этой импульсе. Поэтому тут волны старшего порядка, среднего порядка, а тут волны мелкого порядка. Ну, я ожидаю здесь отработку таких целей, как 1.47 и может быть даже 1.48, но 1.47.5, 1.47.6, 1.47.8. По евро-франку ожидаю окончания коррекции в целом. То есть, которая принимает по вероятности вид зигзага. Выставил флажку на продажу на уровне 1.09.8. Я ожидаю отработку цели 1.09.6, 1.09.5, ну, примерно так. Может быть 1.09.4, может быть и ниже. По евро-иене также вне рынка, также с отложкой. То есть, ожидаю вот отработку вот с волны. Думаю, что четвертая волна закончилась. Тем более, что она будет какое-то время как-то срочно укрепляться в рамках коррекции. Вот я здесь ожидаю взятия таких медвежьих уровней 122, 121 может быть, может быть ниже. По австралийцу к японской я не так же сижу с отложкой на продажу. Потому что думаю, что закончился заходящий импульс второй волны, закончилась коррекция. Сейчас будет третья, вот в третьей. Может быть еще получится зайти даже в мелкое третье. Третье, 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 третье. Ну, я ожидаю отработку таких медвежьих целей, как 79.7, 79.4 и 79. По австралийцу к канадцу, мне кажется, тут строится вот этот диагональный треугольник вот в этой пятой волне. И мне кажется, что тут я высылал тоже отложку на продажу, но пока не буду заходить. Пока не закончится вторая волна. Может, она из текущих закончится, тогда это будет другой диагональный треугольник или вообще другая фигура. Поэтому нужно ожидаться окончания вот этой второй волны. И даже если будет диагональный треугольник, она может быть выше или ниже, может быть меньше или больше. А да, потом буду искать вход в продажу на отработку таких целей, как 0.95, 0.94 и 5. 0.94. По австралийцу к новозеландцу. Также тут хорошо пошли вверх после ночных новостей. У меня закрылась покупка по тейкам. Сейчас выставил ложку на покупку. В случае, если заходной импульс вверх затянется. Может быть раз, два, три, сейчас будет четыре, может быть пять. До уровня 1.09.5. И на этом уровне закончится первая волна и потом только будет коррекция. То есть, либо так, либо может быть коррекция может быть с текущих побольше. Ну, я не знаю. Тут нужно будет просто понаблюдать какое-то время за рынком. В любом случае, зайти в продажу не стоит. Здесь не стоит. Нужно искать входы на покупку для отработки таких бычьих целей, как 1.09.5, как я говорил. Может быть даже 1.10. По франко-иене пока мне лично непонятно. Разметка-то не совсем правильно. Четвертая вот зашла за начало первой волны. То есть, разметка-то не совсем. Поэтому, я не знаю, мы пойдем вверх или вниз. Тут нужно... Неизвестно, что будет укрепляться сильнее франко-иена. Потому что там я говорил, что по обеим парам будет коррекция. Поэтому стоит пока воздержаться от сделок, ограничивать свое присутствие на рынке по этой паре и просто ожидать, как говорится, прояснения волновой картины. Дамы и господа, на этом у меня все. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире завтра. Попутанного вам тренда, жирных профитов и тощих лысей. Пока-пока.